Засейкины боковое ответвление могучего, но к середине 16-го столетия увядшего генеалогического древа Ярославского княжеского рода. Читаем в историческом исследовании Эдуарда Дубмана князь Григорий Засекин, строитель волжских городов. А вот сам Григорий Осипович Засекин является праправнуком родоначальника младшей ветви этого рода Давыда Ивановича Засеки. Возвращаемся на 400 с лишним лет тому назад. Поля до леса на широком просторе. Озера, повитые светлой мглой. Дремотные тучи, медовые зори. Да благовест тихий над русской землей. Год рождения будущего строителя и первого воевода Самарской крепости Григория Засекина неизвестен. Но потому что первые упоминания о нем как в осадном голове появляются в разрядных книгах в 70-е годы 16-го столетия. Можно предположить, что родился он в конце 40-х или в самом начале 50-х годов. В начальных записях о службе в русской армии он появляется под кличкой Зубок. Видимо, это прозвище он получил вследствие какого-то физического недостатка. Хотя, судя по всему, Григорий Осипович был физически крепким человеком, который отличался хорошим здоровьем, природной смекалкой и здравым умом. Просто необходимыми для того, чтобы в течение 20 или 30 лет вести полную лишений кочевую жизнь воина. По всей видимости, свою службу Засекин начал в северо-западном или в западном пограничье России. А вот в 1577 году молодой воевода принял участие в знаменитом Ливонском походе. К середине июня армия выступила из Новгорода в Псков, который находился в непосредственной близости от театра военных действий. Однако решающего сражения так и не случилось, и все ограничилось множеством мелких стычек и осад небольших городков и крепостей. Ливонский орден развалился, а Швеция и Речь Посполитая еще не были готовы к активным военным действиям. Крещенный Ливонским походом, князь Григорий Засекин отправился на юг, к Дикому полю, где он служил около двух лет. Сначала младшим воеводой в передовом полку, а потом первым главным воеводой в небольшом городке Михайлове. Здесь-то и произошло его знакомство с коварным и опасным противником, ставшее тем самым опытом, который пригодился ему позже, когда пришлось самостоятельно решать сложнейшие дипломатические, военные и административные вопросы. А в 1583 году Григорий Осипович Засекин был назначен воеводой, построенного в Среднем Поволжье у города Алатыря. В тех местах повелю многим людям стоять и беречь беглых мурс накрепко. Так еще в 1555 году отвечал царь Иван Грозный на просьбу поставить на перевозях по 200 человек, дабы ограничить разбойникам ход водяным путем. И вот спустя 30 с лишним лет пришло время выполнить эту царскую волю. Крепость на реке Самаре была поручена строить тогдашнему алатырскому воеводе Григорию Осиповичу Засекину. Выбор его кандидатуры не был случайным. Как воевода Алатыря он был прекрасно знаком и с местностью, и с обычаями населяющих все эти места народов. Летом 1585 года в Междуречье, Волге и Самары, или так называемое Самарское урочище, выехали под Ячи для оставления окончательного проекта и сметы. К зиме их доставили волатырь Григорию Засекину. А уже в апреле-май следующего, 1586 года, вниз по Волге отправился караван судов во главе со строителем князем Засекиным. Прежде всего здесь, на Волжском берегу, был устроен временный лагерь из шалашей и других жилищ, возле которых выстроили караулы. После этого воеводы начали сверять чертежи с местностью, а работные люди вытаскивать бревна на высокий берег и раскладывать их в определенном порядке. День закладки города был освящен особым ритуалом. Как требовала традиция, необходимо было, осветя воду, город обложите по чертежу, а после того велете плотником рубите его наспех. Первые известия о построенном Самарском городке появились уже в конце лета 1586 года. А в начале сентября крепость принимала многочисленных гостей – послов, стрельцов, свиту, крымского царевича. Проплывавшие по Волге осенью 1586 года видели на ее возвышенном левом берегу небольшую деревянную крепость, располагавшуюся на горе между Волгой и Самарой, несколько спускаясь по склону возвышенности к Волге. Спуск к реке Самаре был крутым и не спадал к месту разделения реки на два рукава. Как тогда писали, крепость стояла за песками. Сразу же после сооружения крепости Самара над ней нависла угроза ее разрушения кочевниками Ногайской орды. Но и кроме этих угроз князю Григорию Засекину было над чем поломать голову. Вот, например, какую грамоту он сочинял в октябре того же 1586 года. Государь, октября 23 дня пришли ко мне на Самару с Яйка атаман Матюша Мещеряк да Ермак Петров, а с ними еще 150 казаков. На Яйке же остались Богдашка Барбоша да Иван Дуда. Но это было только полдела. А вот само дело заключалось в том, что теперь Засекин должен был убедить казаков вернуть кочевникам захваченное у них в боях имущество и пленных. Это было частью большого задуманного Москвой спектакля, который должен был убедить кочевников в том, что Самарская крепость нужна была именно им и была построена в том числе и в их интересах. Но казаки отказались взять в толк, зачем возвращать то, что было добыто ими честно на поле брани. Тогда Засекину пришлось прибегнуть к силе и захватить пятерых зачинщиков. Их посадили в тюрьму, откуда их каждый день могли освободить их же товарищи. И вот из Москвы Засекину был прислан новый указ. Государь повелел Матюшу Мещеряка и иных их товарищей пущих предать смертной казни. Так в марте 1587 года здесь, в Самарской крепости, была совершена первая казнь. А все награбленное казаками у кочевников имущество было возвращено нагайским послам. В последний раз имя строителя и первого воевода Самарской крепости князя Григория Засекина встречается в документах, касающихся Самары в начале лета 1587 года. А уже в следующем, в 1588 году, государевым указом князю Григорию Засекину было повелено строить новый городок на Волге, местом для которого был выбран по логине высокий остров Царицын. Строить – значит строить. И князь принялся за выполнение порученного ему дела, успев воздвигнуть в Царицыне основные крепостные сооружения до тех пор, пока внезапно, осенью 1589 года, он не был отозван в Москву в виде разрядного приказа для участия в шведском походе, который продлился до марта 1590 года. По окончании похода дворян стали отпускать на отдых своемение. Однако Засекина вновь ожидала новое назначение. И опять на Волгу. На этот раз ему было поручено строительство города Саратова. Теперь впереди были уже знакомые для него заботы. Строительные по размещению гарнизона и переговорам с ногайскими мурзами. Таким образом, вся жизнь князя Григория Засекина прошла в службе на окраинах России. Казалось, его уже ничем нельзя было удивить. Но под конец жизни и служебной карьеры судьба все-таки приготовила ему еще один сюрприз. Теперь разрядный приказ назначил Засекина воеводой в центр русских владений в предгорьях Кавказа. Привыкший ко многому князь оказался в приграничном районе, где ему пришлось познакомиться со множеством горских народов. Там, в предгорьях Кавказа, его и не стало. И случилось это весной и летом 1592 года. Причиной смерти Засекина могла стать или внезапная болезнь, или раны, полученные князем в одном из многочисленных походов. А тем временем Самара, город, основанный князем Григорием Осиповичем Засекиным, еще только набирал силы и готовился к тому, чтобы в будущем стать одним из крупнейших на Волге. Июльские ночи в тревожных зорницах. Бродяжья котомка, топор под полой. Застывшие слезы на светлых ресницах. Да грибы пожаров над русской землей. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова